Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психофарм.ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За выжих от плаки умертых разбива молнии», благодаря нашему гуру-учителю Психофармачу, сегодня разбираем очень важную тему «Не хочу общаться». Очень часто приходят на прием люди, которые говорят «Я не хочу общаться с людьми». Ну и никто не спрашивает, что со мной, они тут же говорят «У меня социофобия». Давайте разберемся, всегда ли это социофобия. Это очень и очень важно, потому что очень часто люди просто на себя наговаривают. Действительно, есть такое психическое расстройство, которое называется социофобия, и при которой действительно очень выражено избегание каких-то ситуаций, когда надо вступать в какие-то социальные контакты, ну и там, скажем, разговаривать с людьми. И это действительно является критерием этого психического расстройства. То есть, как говорится, нюансы. Чего боится больной социофобии? Я бы хотел, чтобы вы поняли. Например, он боится есть в присутствии других людей. Он боится разговаривать с другими людьми. Он боится публично выступать. Это фактически тоже разговор, но это, скажем, на какой-то аудитории. Но очень и очень важно, что вот эти страхи, которые все описаны и подсчитаны, они есть в критериях, это не просто какой-то страх. Человек боится на самом деле очень и очень конкретных вещей. У него настоящая тревога. И вот он боится, что когда он, например, выйдет на трибуну, то у него эта тревога возникнет, вот это важно, чтобы вы поняли. И он на самом деле боится не столько публичного выступления. Он боится, например, что его стошнит, то есть, его вырвет. И, соответственно, понятно, что это будет очень и очень конфузно на людях. Вот этой ситуации он боится. Он боится, что он покраснеет, и это будет заметно людям. И они скажут, ой, как он покраснел. Он боится, что он спотеет на людях, и это тоже будет заметно окружающим, и они его плохо оценят. Он боится, что может описаться на людях или обкакаться на людях. Ну и, соответственно, такие люди начинают вместо того, чтобы где-то там выступать или с кем-то общаться, бегать по туалетам. Так что вот этот признак очень и очень важен. Итак, человек избегает социальных ситуаций. Но почему он избегает социальных ситуаций? Потому что в социальной ситуации, там, при еде, разговоре, у него возникает тревога. И эта тревога может иметь явные признаки, которые будут заметно окружающими. И вот этого и пациент боится. Если у вас нет страха, что вы можете обкакаться, написаться, вспотеть, покраснеть, там, что у вас задрожит голос, то тогда это, конечно, не социофобия. Вот это важно, чтобы вы поняли. Поэтому не надо приходить к врачу и сразу говорить, у меня социофобия. На самом деле, это очень часто никакая не социофобия. А просто вам плохо и люди вам надоели. Потому что, например, они могут вас спросить, как живешь? А вам нечего им будет рассказать. И вам не хочется с ними общаться. Вот почему вы не хотите общаться с людьми. И, пожалуйста, не надо, еще раз говорю, называть это социофобией. Как всегда, в конце я вас прошу подписка, лайк, комменты. Это очень важно для того, чтобы продвигать эти данные в интернете. Это же очень важная диагностика, нормальная диагностика, чтобы люди, врачи понимали, что с вами происходит, понимали вас лучше. Как всегда, вы можете отблагодарить нас за этот ролик. В описании вы найдете реквизиты счета. И самое главное, экспресс-экспертиза вашего диагноза лечения. Описание есть под этим роликом. Очень важная для вас опция. Вам не ясен диагноз. Или вы считаете, что диагноз нужно проверить. Или проверить лечение. Проверяйте, пожалуйста, с нашей помощью. Все описано, как это нужно сделать. До новых встреч. Продолжение следует...